Прозорцали себе тропу, значит они по ней будут ходить, поэтому лучше, наверное, ее облагородить и сделать нормальной. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев, осматривая отремонтированные парки и скверы, обращает внимание на детали. Здесь не хватает зелени, там лавочку сломали. В прошлом году компания «Фосагра» выделила 170 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий Балакова. В порядок привели 11 мест отдыха. Как они пережили зиму, это выясняли в ходе рейда. Есть небольшие недочеты, которые будем устранять вместе с подрядчиками. Что-то сейчас уже немножко по-другому посмотрели, что-то нужно еще доделать, переделать. В небольшом сквере возле памятника борцам за советскую власть появилась пешеходная зона и освещение высаженной деревья. Здесь во время уборки снега поврежден бордюрный камень, его будет менять подрядчик. В остальном нареканий нет, кроме состояния самого монумента. Но по нему вопрос отдельный, который сейчас решается. Такая же ситуация в сквере на проспекте Героев. Здесь, в центре пешеходной зоны, поклонный крест в ужасном состоянии. Ответственные лица готовят проектно-сметную документацию, чтобы привести памятник в порядок. Особое внимание обелиску на Аллее Славы, на фахеле социализма. Саму пешеходную зону благоустроили. Теперь необходимо уделить внимание центральной стелле обелиска. Больше всего вопросов возникло по скверу возле Олимпа. Здесь раньше были заросли, а благодаря Фосагре это место стало центром притяжения для жителей микрорайона. Обрачает эту картину павильон, в котором расположен круглосуточный магазин, торгующий алкоголем. Жители близлежащих домов приобретают, тут и играют дети, вот буквально вчера полседьмого как раз из садика выходят, тут битком. Ну а на этих четырех лавочках у нас сидят и выпивают. Эти же граждане потом ломают лавки, качели, поэтому за сквером необходимо установить наблюдение полиции, ну или хотя бы камеры видеонаблюдения. О них, кстати, в ходе рейда говорили не раз. В общественных местах камеры – это в первую очередь безопасность отдыхающих, а также борьба с вандалами. Мало построить, надо сохранить еще. К сожалению, не все у нас даже видят, что ломают, проходят мимо. Состояние пляжа, который в прошлом году обновился полностью, тоже вызывает обеспокоенность. Здесь появилось множество элементов, которые требуют бережного отношения отдыхающих. Фонтанчик с питьевой водой, душевые, кабинки для переодевания, шезлонги, деревянные дорожки, туалет, медпункт. Всего этого здесь раньше не было. Чтобы они ценили и берегли ту работу, которую для них сделает компания «Фасагра», которую делают подрядчики. Чтобы это было сделано не на год, а на десятилетие, чтобы это ценилось и полноценно использовалось в рамках комфортной городской среды. Сами жители уже оценили все благоустроенные места отдыха и говорят слова благодарности за то, что теперь в Балакове появилось больше территорий для прогулок. Знаете, сколько народу к вечеру бывает? С детьми все сюда. Площадка кипит вся детьми. И взрослые там занимаются. Это еще один сквер, который из золушки превратился в принцессу. Детские игровые площадки, тротуары, озеленение, туалет и даже дорожка для велосипедистов. Жители довольны. Все, что мы планировали сделать в рамках нашего проекта совместного по комфортной городской среде, все, что мы хотели, мы все это сделали. И самое главное, что на сегодняшний момент мы сохранили то, что сделали. Город постепенно благоустраивается, добавил Андрей Шибнев. Места отдыха появляются даже там, где их раньше не было. И то, каким будет Балакова, зависит от каждого из нас.